Братья и сестры, здравствуйте! Грозные времена посылаются отдельному человеку или целым народам для нравственного исправления. В этом смысл грозных времен. И горе тому, кто этого не понимает, кто спрашивает о нас за что, и кто вообще не делает нравственных выводов с происходящего. То есть всякое грозное время дано для нравственного исправления. В этом его смысл. Сейчас пару слов подробнее об этом. В охотном ряду в здании российского парламента, в Госдуме, в минувший понедельник прошли общественные публичные обсуждения, общественные обсуждения пакета законопроектов, направленных на ограничение или даже, может быть, искоренение, скорее всего, да, то есть убирание за скобки всякой пропаганды нетрадиционной сексуальности. Это многообразное явление, это гидромногоголовое, такая, значит, антипопуляционная, потому что не рожают люди там, это новые движения такие, целые пакеты идеологических инструментов у Запада в руках для того, чтобы взламывать ментальность целых народов и менять, по сути, даже и политические эстаблишменты и прочее. С этим на это нельзя не реагировать. И вот в это военное время, значит, под военные ежедневные сводки на центральных, федеральных и прочих каналах, значит, мы вступили и в духовную войну под представительством Володина, спикера Госдумы, прошли эти слушания, и нужно сказать, что это вообще чрезвычайно важное событие, оно по своему значению превышает крупную победу на полях сражений, то есть взятие большого города, как бы, значит, не так, может быть, важным, как в перспективе исторической, вот этот пакет запретительных мер для пропаганды ЛГБТ, их всех, так называемых, ценностей и прочего-прочего, значит, только потому что это, повторяю, что это, это политический инструмент для взламывания подкорки сознания целых народов. Соответственно, значит, сегодня мы видим, как люди, страдающие, значит, там, кто на что, кто на какую часть тела страдающий, там, кто на задок, кто на передок, значит, как они получают, как бы, открытые двери, зеленый свет, значит, для вхождения в политику, в высший политику, значит, западных стран. Там они, по сути, как карт-бланш для того, чтобы занять руководящие политические посты. И это предлагается делать и в остальных странах. Это, по сути, это отмычка такая, отмычка для сознания такая. Я вижу, что вавилонская блудница, с которой мы решились воевать, она имеет своей целью, неприкрытой целью, развращение и нравственное уничтожение человека. Ей, этой вавилонской блуднице в лице США и сателлитов, в Соединенных Штатов, нужен новый человек с новой моралью. Это будет очень плохой человек, он будет пустой и грязный. И вот создание такого пустого и грязного человека, легко манипулируемого, с самого детства, когда уже там, вы знаете, что там в Британии, там понижается порог возможностей, когда человек, маленький ребенок, может заявить о своей нетрадиционной сексуальности, какой-то или смене пола, или вступить в терапию гормональную. Через полгода гормональной терапии человек становится фертильным, он уже никогда не будет иметь детей. Это там в Австралии, там еще. Ну вот этот хваленый Запад, на который мы все кланялись и кивали. То есть происходят вообще очень важные вещи. Мы переворачиваем идола. Идол рушится с постамента и разбивается в куски. То есть то, чему мы кланялись, как болванчики, значит, вот этому большому болвану, этому золотому истукану на поле Диири, мы его сбрасываем. То есть мы наконец-таки прозреваем и понимаем, что Запад отвратителен в своей духовной начинке, он сатанистичен. Это сатанинская идеология Запада. Там, конечно, есть хорошие люди, как бы мы не о них. Сатанинская идеология Запада – это таран, который пробивает, ломает стены и позволяет вторгаться чуждым идеологиям в саму плоть и кровь народной жизни. А потом делай с человеком, что хочешь. То есть нажадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь. Там разратнику не нужен нож, ему злые садомские песни напоешь и делай с ним, что хочешь. То есть существует духовная война, и против этой духовной войны Россия ополчилась. Это чрезвычайно важная вещь. Ополчилась таким образом, что вот сейчас будет доработан пакет законопроектов, там это будет связано с ограничением и уничтожением пропаганды ЛГБТ, значит, ценностей так называемых, и в рекламе, на телевидении, в радио и так далее. Значит, потом платформы, предоставляющие площадку для трансляции этих злостных идей, тоже будут подвергаться, прижиматься к ногтю, значит, там это и книжной продукцией связано. Вот эти стыдливые плюс 18, там эти фиговые листочки, никого ни о чем не спасающие, они отходят в прошлое. И, по сути, взята цель, чтобы за ноябрь этот закон уже в готовом виде прошел все чтения и лег на стол президенту, владыка, святый, вышник, живый, насмиренный, презирай, благослови, чтобы это было. Господи, Божий сил, Божий Саваоф, это наша война во имя Твое, война за души человеческие. Потому что любая война ставит вопрос о будущем. Какую картину будущего мы имеем перед собой, за что мы воюем? Если пока наш солдат кровь льет как бы за спиной у него в тылу, развращаются, садомизируются и с ума сходят новые поколения людей, то тогда война уже проиграна. Только если мы нравственно здоровы и через страдания оздоравливаемся, тогда у нас появляется нормальный образ будущего и есть за что воевать. Архиважное событие произошло в минувший понедельник в помещении Госдумы. Публичное и общественное слушание законопроекта об уничтожении всякого вида и рода пропаганды сатанинских, демонических, этих всех садомских ценностей, ибо это истинное оружие массового поражения. И не сопротивляться этому просто грешно и недальновидно. Имейте в виду, что борьба продолжается. И помоги нам, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Помоги нам и помилуй нас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok